Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ вспоминает академика Камиля Ахметовича Валиева. Казанский федеральный университет продолжает сотрудничество с РУСФОНДОМ. Кто лечит больных коронавирусом в униклинике КФУ? 15 января исполняется 90 лет со дня рождения известного советского и российского физика, академика, одного из основателей отечественной микроэлектроники, выпускника и почетного доктора Казанского университета Камиля Ахметовича Валиева. Подробнее в нашем следующем сюжете. 15 января в Елабуге в Доме научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева под руководством ректора Казанского университета Ильжата Гафурова прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Она была посвящена выпускнику Казанского университета Камилю Ахметовичу Валиеву. Значимость повсеместно признанных фундаментальных работ этого ученого поистине трудно переоценить. Чем больше времени уходит в историю, тем большее значение имеют его труды. Торжественная церемония открытия мемориальной доски академику прошла в главном здании Института психологии и образования Казанского федерального университета, которое является историческим для университета и города. Открывал и проводил церемонию ректор Казанского федерального университета Ильжат Гафуров. «Сегодня, в день юбилея Камиля Ахметовича, мы открыли и научно-практическую конференцию, причем с достаточно большим охватом. Это не только площадка нашего университета, не только площадка институтов РАН, но и это школы, названные его именем, это и дома научной коллаборации, которые порядка 30 открыты на территории всей нашей большой страны». «Камиль Ахметович выделялся сразу, он был ученым, он уже в 32 года, если защитил докторскую диссертацию в советское время, это очень выдающийся успех. И уже он во время учебы, фактически в аспирантуре, были такие высокого уровня работы, которые его именем назвали эффекты во всем мире». Одна из самых удивительных и важных инженерных открытий в истории человечества полупроводниковые интегральные микросхемы, то есть микрочипы, разработанные специалистами по микроэлектронике. Первым предприятием по разработке микрочипов в нашей стране в 1965 году стал научно-исследовательский центр молекулярной электроники. Его руководителем был назначен доктор физико-математических наук Камиль Валиев. Под его руководством была создана вся микроэлектронная промышленность страны. Один из крупнейших благотворительных фондов России «Русфонд» является давним партнером Казанского университета. Вместе они создают регистр доноров костного мозга, в который вошло уже около 40 тысяч добровольцев. Следующим этапом по развитию сотрудничества стала помощь тяжело больным детям. Все подробности далее. У девятилетнего Ромы любимый супергерой – Человек-паук. По словам врачей, у мальчика тоже есть своя суперсила. Появилась она в 2019 году, когда Рому прооперировали в ДРКБ. Ему имплантировали систему хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга. Необходимость в такой сложной операции заключается в болезни. В год и месяц маленькому Роме диагностировали ДЦП. С тех пор семья мальчика боролась с тяжелым недугом. Смогли добиться того, что он начал ходить, но ходит он неправильно, так скажем, кривой походкой. Ну, естественно, да, с каждым годом мы старались, реабилитировали его как могли. И улучшение есть, да. Сейчас Роме необходимо пройти трехмесячный курс специальной реабилитации. За помощью семья обратилась в Росфонд, который совместно с Казанским университетом реализует новый проект по реабилитации татарстанских детей с тяжелыми неврологическими нарушениями. Лечение Ромы пройдет на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Здесь собраны самые современные технологии по двигательной нейрореабилитации, по электростимуляции, электрической или магнитной. Но, кроме того, мы в Казанском университете разрабатываем и технологии нейрорегенерации, то есть стимуляции восстановления, регенерации нервной системы. И в будущем мы надеемся, что комбинируя вот эти вот разные подходы регенерации и реабилитации, мы сможем достичь максимального эффекта для пациентов. По словам врачей, у Ромы позитивные прогнозы на реабилитацию. Но своими силами потянуть дорогостоящие лечения семья не может. Внести свой вклад можно, отправив СМС со словами «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Узнать, как отправить большую сумму, можно на сайте русфонд.ру Татарстан. Результат реабилитации может оказать сильное влияние на дальнейшее развитие Ромы. Диана Желенкова, Радик Загидулин, Виолетта Басова, Универньюз. Вот уже третий месяц временный инфекционный госпиталь униклиники Казанского федерального университета продолжает помогать пациентам, больным новой коронавирусной инфекцией. О героях, скрывающихся под медицинской маской, вы узнаете в следующем сюжете. Заведующий временным инфекционным госпиталем университетской клиники Казанского федерального университета Тимур Сибгатулин никогда не сомневался в правильности выбора своей профессии. Уже с самого раннего детства он мечтал стать врачом, чтобы помогать больных с их недугами. Еще и когда в садик ходил, там были различные игры, связанные с медициной. То есть я всегда был врачом, всех ходил, лечил. Закончив серебряной медалью лицей, в 2001 году Тимур Сибгатурин поступил в Казанский государственный медицинский университет на лечебный факультет. В процессе своего обучения он выбрал ревматологию в качестве специализации, что и определило всю его дальнейшую судьбу. Я видел пациентов, которые приходили очень глубоко больными пациентами. Это молодого возраста пациенты зачастую. И после проводимого курса лечения им становилось значительно легче. В 2020 году в связи с распространением пандемии COVID-19 терапевтическое отделение отделения ревматологии, заведующим которого был Сибгатурин, было преобразовано во временный инфекционный госпиталь. Его руководителем стал Тимур Булатович. В обязанности заведующего временным инфекционным госпиталем входит непосредственное проведение ежедневных обходов пациентов, которые проходят лечение в нашем временном инфекционном госпитале. Мы на этих обходах принимаем решения по дальнейшей тактике лечения этих пациентов. По словам Сибгатулина, для успешной борьбы с новой коронавирусной инфекцией важен междисциплинарный подход и четкое взаимодействие медиков различных специализаций между собой. Главное в любом процессе, в любой реализации, это, конечно же, команда. Поэтому главное, чтобы всегда вокруг были единомышленники. Диана Латышева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На сегодняшний день из-за широкого употребления антибиотиков активно развивается устойчивость к ним. Все больше и больше штаммов бактерий становятся к ним малочувствительными. Но ученые Казанского университета нашли так называемый усилитель антибиотиков. Все подробности далее. Поскольку антибиотики имеют определенный предел концентрации, который можно вводить человеку, иногда этого оказывается недостаточным, чтобы подавить жизнедеятельность бактерий. Ученые Казанского университета выяснили, продукты жизнедеятельности, то есть метаболиты одной бактерии, помогают бороться с другой. В нашей лаборатории мы уже пять лет пытаемся моделировать те ситуации, когда вместе сосуществуют несколько болезнетворных бактерий и как можно подавить их жизнедеятельность. И вот в ряде случаев мы увидели, что действие антибиотиков на консорциум бактерий оказывается намного эффективнее, чем на одиночные бактерии. Исследователи пришли к выводу, что золотистый стафилококк, который сам по себе является достаточно опасным патогеном и вызывает заражение крови, ангину, дерматиты и множество других тяжелых заболеваний, выделяет некоторые метаболиты, усиливающие действие антибиотиков в отношении возбудителей гнойной гангрены, синегнойной палочки. Сейчас ученым предстоит выяснить, что именно и как работает, чтобы далее результаты исследований можно было использовать в практических целях. В первую очередь, конечно, мы можем за счет этого использовать гораздо более низкие концентрации антибиотиков, которые уже не являются токсичными и не приводят к каким-то побочным эффектам. Во-вторых, если мы будем использовать данные усилителя антибиотиков, то это снизит риск возникновения резистентности или устойчивости бактерий к используемым препаратам. По словам Айрата Каюмова, результаты исследований могут получить широкое распространение уже через несколько лет. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok